Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас топ 10 лучших телефонов от 200 до 300 долларов. Не всегда легко выбрать телефон, потому что множество фирм, множество предложений, и хочется определиться и выбрать лучший для себя телефон в соотношении цена-качество. В этом топе я не буду говорить о всех подробностях какого-то определенного телефона, я буду обращать внимание на ключевые моменты, и если есть у телефона определенные фишки, на фишки этого телефона, почему именно он достоин и почему он стоит в этом топе. Итак, 10 место Mi Max 2. Всем известный телефон с диагональю 6,44 дюйма, то есть это очень большой телефон, работает на 625 снапе, видеоускоритель Adreno 506, отличная камера Sony IMX 386, ну и самое главное, это батарея на 5300 мАч. Просто большущая батарея, большущий экран. Этот телефон удобен для тех, кто играет и кто серфит по интернету, мне кажется, это тоже хорошее соотношение цена-качество. Следующий телефон, новинка этого года, Redmi Note 5. Работает на очень хорошем процессоре, 636 снапе, 3 или 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4X, мощнейшая батарея на 4000 мАч, отличная камера на 12 мегапикселей, ну и все-все остальное. Почему этот телефон на 9 месте? Объясню. Все-таки это большая ценовая категория, от 200 до 300 долларов, и у этого телефона есть один недостаток, почему он стоит на 9 далеком месте. Это отсутствие NFC, друзья. Больше никаких инноваций в этом телефоне нету, поэтому заслуженное 9 место. Восьмое место. Nubia Z17 Mini S. Работает на 653 снапе, видеоускоритель Adreno 510, плюс 6 гигабайт оперативной памяти. Весь этот набор поможет вам хорошенечко играть в игры, без каких-либо проблем. Но плюс какой здесь? Очень хорошая камера на 13 мегапикселей от Sony IMX 258, также есть еще и NFC, то есть весь набор необходимых функций присутствует в этом телефоне. Ну и я бы еще обратил внимание на необычный дизайн этого телефона. Переливающаяся задняя крышка выглядит очень интересно, очень солидно. По крайней мере, это выглядит достаточно необычно. Седьмое место. Huawei P Smart. Новинка от компании Huawei. Работает на процессоре Kirin 659, собственной разработке 3 или 4 гигабайта оперативной памяти. Плюс этого телефона, это его хороший большой экран, 5 и 65 дюймов. Есть здесь NFC, металлический, цельнометаллический корпус. И за эту цену это тоже одно из самых лучших предложений на рынке. Обратите внимание на его великолепный внешний вид. Мне этот телефон очень напоминает Honor 9 Lite. Собственно говоря, Honor 9 Lite на следующем месте, на шестом. Посмотрите, обратите внимание на технические данные, но и вообще на характеристики этого телефона. Они почти что полностью повторяют Huawei P Smart. Тот же экран 5 и 65 дюймов, необычное такое разрешение экрана. Тот же процессор Kirin 659, 3 или 4 гигабайта оперативной памяти. Батареи на 3000 мАч. Есть NFC, но фишка этого телефона в том, что здесь все-таки 4 камеры против Huawei P Smart. Там 3 камеры. И поэтому Honor стоит вот на ступенечку выше. Но также обратите внимание, насколько он красивый, насколько он солидно смотрится. И в плане дизайна добились определенных успехов. Это выглядит очень красиво. И знаете, он стоит сейчас в районе около 12 тысяч рублей или около 200 долларов. Это одно из самых лучших решений сегодня на рынке. Следующее, пятое место. Xiaomi Mi Note 3. Центральный камень 660 Snapdragon. Видеоускоритель Adreno 512. И на выбор либо 4, либо 6 гигабайт оперативной памяти. Великолепный набор для того, чтобы отлично серфить по интернету, играть в игры, но и даже на все остальные прелести жизни. Батарея на 3500 мАч. Отлично. Камера 12 мегапикселей Sony IMX386. Есть точно такой же модуль, стоит на Mi 6 на флагмане. То есть, это отличнейший набор. У этого телефона есть еще функция NFC, поэтому это заслуженное пятое место. Еще хотел бы обратить внимание, что этот телефон, ну, очень красивый. И знаете, в некоторых кругах, наверное, этот телефон самый недооцененный из линейки компании Xiaomi. Потому что он, ну, просто очень красиво выглядит. Он шикарен. Я бы его держал в руках. Он действительно очень солидно выглядит. Престижный телефон. Но почему-то людям вот не сильно зашел. Поэтому обратите внимание, Mi Note 3. Пятое место. Четвертое место. Единственный яблочный телефон в этом топе. iPhone SE. Диагональ этого телефона 4 дюйма. Это абсолютный малыш такой. Совсем маленький телефон. Если вы любите маленький телефон, то iPhone SE это ваш телефон. Процессор собственной разработки достаточно мощный. A9 точно такой же стоит на iPhone 6s. Видеоускоритель PowerVR GT 7600. Плюс 2 гигабайта оперативки. Вся эта комбинация выбивает 140 тысяч бенчмарок в Antutu. Представляете, малыш, на что этот способен. Основная камера на 12 мегапикселей с апертурой f2.2. И точно такая же камера стоит на iPhone 6s. Так что великолепный выбор. Работает на iOS 11. Постоянные глобалочки очень хорошие. И плюс есть в этом телефоне NFC, который работает с помощью Apple Pay. Великолепный выбор. Маленький телефон, стильный. И это еще, знаете, друзья, джобсовский такой стиль телефона, который постепенно уходит в историю. На третьем месте, друзья, нежданчик Nokia 6 2018 года. Знаете, я хочу сказать, что у Nokia получился великолепный телефон. Вот именно Nokia 6 2018. Работает на Snapdragon 630. Отличный камень. Видеоускоритель Adreno 508. Плюс 4 гигабайта оперативной памяти. Хватит, в принципе, для всего. Чтобы и поиграться, и посерфить, и поснимать хорошо, и все остальное. Батареи на 3000 мАч. Диагональ дисплея 5,5 дюймов. Плюс есть NFC. Но почему Nokia 6 на третьем месте, по моему мнению? Для меня очень важны еще какие-то фишки телефона. Здесь фишка телефона это свой реально интересный, узнаваемый, стильный дизайн. Вот если вы будете с этим телефоном, то никто не перепутает, что это какой-то Xiaomi, Meizu, Huawei и так далее. Это реально Nokia. У них есть своя определенная линия дизайна. Она прослеживается везде. И это очень правильно, это очень стильно, и это очень хорошо. Ну, допустим, вы BMW всегда отличите от Mercedes и так далее. То есть, когда у есть определенного бренда свой стиль, своя фишка, свой дизайн. И это всегда правильно, это очень хорошо. И большие компании всегда придерживаются своего стиля. У Nokia все это есть. Ну, и я забыл отметить, конечно, что оптика у них от Carl Zeiss. Второе место, друзья. Мне кажется, еще более неожиданное для некоторых это Meizu Pro 7. Здесь унылый камень от MTK Helio P20. 4 гигабайта оперативной памяти. Я даже не буду говорить, какой там видеоускоритель, друзья. Потому что здесь все скучно. Но для обычных, повседневных задач этого вполне хватит. Батарея на 3000 мАч. Ну, ни много, ни мало, но в принципе хорошо. Камера от Sony IMX386. Апертура f2.0. 12 мегапикселей. Отличный набор. Почему я ставлю этот телефон на высокое второе почетное место в этой ценовой категории? Meizu решилась на такой шаг, на который не решился, по сути, никто. Они взяли и воткнули на заднюю крышку еще один дополнительный экран. И это, друзья, это инновация. Я не знаю, почему Meizu не догадались до очень простой истины. Они могли сделать следующий телефон абсолютно безрамочным. Потому что не нужна селфи-камера, когда у тебя есть дополнительный экран сзади. То есть ты можешь делать селфи абсолютно спокойно на основную камеру. То есть в этом отношении Meizu могли бы пойти еще дальше и развивать эту тему. И это действительно было бы очень круто. Этот телефон абсолютно узнаваемый. Его не перепутать ни с кем. Нельзя сказать, что у него какой-то паршивый дизайн. Это реально выглядит очень красиво, очень солидно, очень интересно, необычно. И, друзья, я хотел бы иметь этот телефон у себя на обзоре. Но пока складываются дела так, что вот не сложилось, не пошло. Но это один из самых интереснейших телефонов на рынке. Ну и кто же на первом месте? Это Xiaomi Mi 5s. На данный момент это одно из самых лучших соотношений цена-качество. И попытаюсь объяснить, почему именно этот телефон стоит на первом месте. Во-первых, здесь топовый процессор 821 Snap. Конечно, он устаревший, но знаете, друзья, он бомбит в Antutu, он бомбит во всех играх. Также не по-детски. Я вам скажу, что он работает на уровне iPhone 7. То есть iPhone 7, по сути, даже как иногда проигрывает ему в бенчмарках. Поэтому этот процессор и видеокарта Adreno 530 плюс 3 или 4 гигабайта оперативной памяти на выбор, выбивает в Antutu сейчас 150 тысяч бенчмарок и этого достаточно за глаза еще, в принципе, даже на долгие годы. Но на год, на два точно спокойно этого будет хватать. А камера здесь на 12 Мп и Sony IMX 378 с апературой f2.0. Так вот, вдумайтесь, друзья, точно такой же модуль стоит камеры на Google Pixel и точно такой же процессор стоит на Google Pixel первого поколения. А вы знаете, как снимает Google Pixel, вы знаете, что это один из самых популярных телефонов. То есть представьте, у вас стоит процессор и камера от Google Pixel первого поколения. Mi 5S можно с нуля купить где-то за 260-280 долларов. Также здесь, конечно же, есть NFC. Есть свой какой-то узнаваемый дизайн. И знаете, по фотовозможностям эта камера меня очень радует, очень удобно. Это мой выбор, друзья, это мой топ. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какой вы телефон бы включили еще в этот топ. Что интересного, может быть, что-то я забыл отметить из каких-то фишек того или иного телефона. Пожалуйста, пишите все в комментах. С вами был я, Эд Скрайбер. Подписывайтесь обязательно на мой канал, делайте репост этого видео, пишите абсолютно любой комментарий. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И скоро будут новые интересные видосы. Всем пока-пока.